Замечательно. Я надеюсь, меня всем хорошо слышно. Не обязательно, чтобы видно, главное, чтобы было слышно. Итак, мы продолжаем тестировать разные онлайн-инструменты в начале учебного года. В прошлый раз мы говорили о отечественном сервисе Удопа и тестировали его шаблоны. Сегодня поговорим об англоязычном сервисе, который называется Genial. Ссылочку сразу в час отправлю. Если вдруг кто-то захочет сразу перейти, сразу походить по этому сервису, посмотреть, сразу хочу сказать, что вебинар у нас сегодня, ключевое слово название вебинара – это для начинающих. То есть мы не будем заниматься какими-то сложностями, не будем разбирать расширения от Genial, какие-то надстройки дополнительные. Мы поговорим о тех, кто только впервые знакомится с этим сервисом, посмотрим его основные шаблоны, возможности, ну а дальше вы уже самостоятельно сможете его освоить и уже, соответственно, свои навыки самостоятельно все больше развивать, осваивать все новое, новое и новое. Поэтому сегодня поговорим о сервисе, как он может помочь начинающим учителям, библиотекарям, которые только начинают делать первые шаги. Сервис на английском языке, поэтому это дополнительная, конечно же, сложность с ним, но в этом случае можно использовать переводчики, Яндекс-переводчик, Гугл-переводчик, потому что сервис действительно хороший, мимо него грустно проходить, потому что он действительно дает большие возможности. Во-первых, у него огромное количество разнообразных шаблонов, которые позволяют создавать разный интерактивный контент. Игры, викторины, квизы, квесты, инфографику, ленты времени, видеопрезентации, обычные презентации, тесты, многое-многое другое. Это здорово. Вот я насчитала более тысячи уже шаблонов, сейчас, я думаю, с каждым разом их становится все больше и больше. У этого сервиса есть облачное хранилище, оно неограниченное, то есть вы можете создавать любое количество ресурсов, столько, сколько посчитаете нужным, и всегда к ним возвращаться, чтобы отредактировать. На выходе вы получите ссылку для публикации в сети и код, чтобы встроить свою работу на сайт или в блог. Дальше Дженниелли предлагает возможность совместной работы над проектами. Вы можете пригласить соавторов для того, чтобы совместно какую-то работу создавать. Как я уже сказала, количество работ здесь неограничено, что же ограничено в бесплатном тарифе. Часть шаблонов будет недоступна, она будет платная, но это не так уж много, не такой уж большой объем этих платных шаблонов, чтобы отказывать себе удовольствие освоить интересный инструмент. Дженниелли привлекает своей необычностью, яркостью, анимацией хорошей, очень хорошим продуманным дизайном. Ну вот я ссылочки, как всегда, буду в чат добавлять, и вы сами, я думаю, в этом убедитесь. Итак, начнем с регистрации. Регистрация здесь из нескольких этапов состоит. Я вкратце озвучу, как это все происходит. Повторюсь, я буду показывать так, как он есть. Для упрощения работы можно перевести с переводчиком. Тогда надписи будут уже на русском, будет более понятно. Итак, регистрируемся через любую синие кнопок, вверху или по центру, и дальше заполняем форму регистрации. Для тех, у кого есть уже аккаунт Google, можно использовать его, тогда будет намного быстрее. Все. Если нет или вы не хотите его использовать, тогда заполняем обычную стандартную регистрационную форму, указываем имя, почту электронную, пароль придумываем, соглашаемся с условиями сервиса и нажимаем на кнопку регистрация. На почту придет ссылочка для подтверждения аккаунта, а потом попросят ответить на ряд вопросов. Например, спросят, какой аккаунт вы создаете, корпоративный или учительский, личный. Выбираем, естественно, учительский, выбираем бесплатный тариф и после этого получаем доступ к сайту. Вебинар по этому сервису я проводила примерно полтора года назад. За это время сервис немножко изменился, у него интерфейс немножко поменялся и появились новые возможности. Поэтому вот смотрим на обновленный интерфейс, вот так выглядит стартовая страница в личном кабинете. Здесь мы видим, во-первых, давайте я немножко проведу здесь экскурсию, мы видим список категорий шаблонов, которые можем использовать. Причем это не все. Сейчас немножко, на мой взгляд, неудачно расположен список шаблонов, потому что мы сразу все не можем посмотреть, здесь нужно листать это все. Ну вот сбоку есть небольшая подсказка, здесь уже полный перечень шаблонов. Что нам предлагает сервис? Презентации, инфографику, геймификацию, то есть разные виды игр, интерактивные изображения, видеоролики, различные гайды, тренировочные материалы и сейчас еще появились различные интерактивные карточки для социальных сетей, в том числе и для мобильных устройств. Если ни один шаблон вам не нравится, мало ли, может быть такое, есть возможность создавать вообще работу с нуля, тогда мы получаем просто пустую слайд, пустую страницу, на которой будем размещать свой контент. Но для начинающих и интереснее так, наверное, посмотреть шаблоны, потому что шаблоны здесь тематические, есть шаблоны для создания работ по математике, по физике, по биологии, по литературе, по истории, очень много шаблонов. Для того, чтобы побыстрее нам что-то отыскать здесь, здесь есть поисковая строка, вот она здесь вверху. Здесь можно написать на английском языке какое-то ключевое слово и попробовать искать по нему. Ну, например, я хочу ленту времени создать, вписываю сюда по-английски timeline, нажимаю на значок поиска, и мне сервис выдает шаблоны, подходящие под эту категорию. Таким образом тоже можно искать. С чего же начать? Вот что самое простенькое, здесь можно из чего стартовать, что называется. Так как я осваивала сервис, я начинала вот с этого варианта, интерактивная картинка, интерактивное изображение. Если кто-то был на прошлом моем вебинаре, я рассказывала, как такие плакаты делать с помощью сервиса Утоба. Это изображение, на которое нанесены интерактивные метки. Открывая эти метки, мы получаем дополнительную информацию. Мы можем какой-то текст прочитать, посмотреть картинку, перейти по ссылке на какой-то веб-ресурс, видео посмотреть, какая-то дополнительная информация, прикрепленная к плакату. Давайте посмотрим, как работает эта конструкция. Выбираем интерактивную картинку. Вот пример такого плаката. Давайте я вам несколько ссылок отправлю в чат, чтобы вы могли сразу походить по ним и посмотреть, как они работают. Итак, вот первая ссылка – это плакат «Выставка». Чем хороша такая работа? Это классическая библиотечная выставка, которая перенесена в сеть. То есть выставку мы снимем в библиотеке, она исчезнет, а вот в сети она останется навсегда. И вот к каждому объекту на этой выставке прикреплена небольшая метка, которая позволяет поближе познакомиться с содержимым этой выставки. Таким образом, выставка из оффлайна перетекает в онлайн и здесь сохраняется. Такой вариант. Может быть, игровой плакат. То есть заранее уже приготовлен какой-то плакат. Допустим, вот это все нарисовано заранее. Картинка эта загружена в сеть. А дальше здесь прикрепляются интерактивные метки. Вот они. Нажимая на которые, мы получаем дополнительную информацию. Читаем памятку для школьников. А также можем еще поиграть во что-нибудь. Получить задание на сортировку, разгадать викторину, филворд и так далее. Вот такой вариант тоже. Интерактива можно с помощью этого шаблона сделать. Вот пример еще одного информационного плаката. Это третья ссылка. Здесь примерно такая же история. Загружена стартовая картинка. Поверх нее еще несколько картинок добавлено. Каждой прикреплена интерактивная метка. И мы можем, не сходя с места, узнать про каждый народный промысел, нажимая на вот эти вот заночки с интерактивности. Идеи для создания интерактивных плакатов на самом деле может быть множество. Может быть у вас уже какие-то родились идеи. Давайте посмотрим, как их можно реализовать. Для начала нам нужна картинка, на которую мы будем добавлять метки. Загружается она либо с компьютера, можно по ссылке, можно из Google Диска. Максимальный размер картинки не больше 5 мегабайт. Желательно в хорошем качестве, чтобы она была. Загружаем, допустим, с компьютера, нажимаем кнопку «Добавить». И после этого переходим в конструктор. Так выглядит конструктор. По центру у меня будет картинка. Здесь у меня в кадр поместилась только часть картинки. Но представляем, что она здесь есть. Она будет у нас в центре. На нее мы будем наносить интерактивные метки. С левой стороны сам конструктор. Основные вкладки. Причем у разных шаблонов конструктор будет один и тот же. То есть потренируемся на чем-нибудь простеньком, и потом нам будет уже проще с другими шаблонами сражаться, потому что в кнопке все будут одни и те же, и все знакомые. Я предлагаю сейчас сосредоточиться на кнопке, которая называется «Интерактивные элементы». Вот она синенькая. Это как раз кнопка для добавления тех самых интерактивных меток. Давайте смотреть, как это все здесь работает. Выбираем вид кнопки. Они здесь могут быть разные. Вот они в разделе «Buttons». Это не все. Естественно, здесь нажимаем на кнопку «Show Mo», «Показать больше» и получаем огромное количество кнопок разнообразных. Выбираем ту, которая нам больше всего нравится. Но мне, например, вот такая понравилась. Естественно, цвет этой кнопки можно поменять. Размер тоже мышкой увеличиваем или уменьшаем. И просто мышкой выставляем в нужное место нашей картинки. Это шаг номер один. Причем кнопки могут быть с буквами. То есть вот эту информацию, которая внутри кнопки записана, ее можно стереть. Щелкаем два раза и стираем то, что написано, и вписываем свои слова. Далее. Вот я ее добавила, эту кнопку. Но есть здесь еще такая штучка хорошая. Так называемые невидимые метки. Давайте я вам покажу, как это работает, эти невидимые метки. То есть мы просто мышкой выделяем место на нашем плакате и выбираем опцию «Невидимая метка». Она будет на экране не видна. Вот, допустим, эта область у меня будет невидимой меткой. Я ее выделила. И как только зритель будет подводить курсор к этой области, будет всплывать дополнительная окошечка за дополнительной справочной информацией. Это на тот случай, если мы не хотим плакат загружать вот этими вот значками. Можно перейти в раздел «Невидимых меток». И таким образом тоже можно их добавить и тоже к ним можно прикреплять разные содержимые. Кнопки вообще можно пронумеровать, чтобы пользователь ходил по циферкам. То есть по порядку осматривал. Ну, например, выставку какую-то, вот их можно пронумеровать. То есть возможностей здесь достаточно много с точки зрения дизайна. С точки зрения содержимого. Метка добавлена. Если по ней щелкнуть, появится ряд вот таких замечательных значков. Нас здесь будет интересовать, во-первых, кнопочка для добавления интерактивности. Это тот самый дополнительный контент, который мы прикрепим к этой метке. И анимация. То есть кнопка по умолчанию статична, но мы можем к ней добавить движение. Она может появляться, она может исчезать, она может даже двигаться по экрану. Для этого есть значок с изображением кометы. Ну и если метка нам не понравилась, мы ее всегда можем заменить. Перекрасить метку можно на панели инструментов вверху. Она появится вот здесь, над нашим плакатом. И там вместо фиолетового цвета мы можем выбрать любой другой. Итак, допустим, мы нажали на добавление интерактивности. На значок вот с этим пальчиком. Какую интерактивность можно прикрепить к этой метке? Всплывающее окошко. Это окошко, которое появится при наведении курсора. Это маленькое окошечко с небольшой информацией. Это может быть картинка, это может быть небольшой текст, может быть даже видеоролик. Но объем этого окошка очень небольшой, поэтому туда большое количество текста просто не поместится. Там ограничения присутствуют. И если мы забьем туда текста намного больше, то он будет невиден. Поэтому для небольшой справочной информации, например, вот слово, даем определению слова какого-то термина, вполне подходящий вариант. Дальше. Поле, такое большое окошко, оно появится, если щелкнуть по метке. Называется это опция «Виндоу», открывающееся окошко. Это, по сути, слайд внутри нашего плаката. Сейчас покажу, как это все выглядит. Сюда можно вставить уже большее количество контента, большой текст, большое изображение, видеоролик большой, даже несколько видеороликов, если поместится. Все это вставляется. Дальше. Есть еще возможность прикрепить ссылку. Вот она, линк. Ну, например, при нажатии на эту метку вы хотите пользователя ввести на какой-то другой ресурс, чтобы он там почитал какую-то информацию. Ну, допустим, в Википедию вы хотите его отправить. Для этого есть опция «Линк». Это очень простая штучка. Нажимаем на кнопочку, вставляем ссылку, сохраняем, и метка готова. Вот про эти оставшиеся метки мы поговорим чуть-чуть позже. Они для интерактивного плаката особо не пригодятся. Ну, например, эту интерактивность, открывать изображение на весь экран, можно применять только к картинкам. Метки на весь экран нам вряд ли понадобится открывать. Дальше. Опция «Проигрывание аудио». К сожалению, с аудио здесь проблема в бесплатном аккаунте, потому что аудио загружать с компьютера в бесплатном тарифе нельзя. Его можно добавлять либо по ссылке, либо записывать свой голос, как онлайн. Вот. Поэтому это тоже опция, возможно, не очень востребованная будет. Ну, и еще есть кнопочка «Reveal», когда появляются скрытые объекты. Для интерактивного плаката это тоже не очень полезная штука. Вот обо всех оставшихся мы поговорим, когда зайдет речь о презентациях. Вот там это все пригодится. Пока давайте сосредоточимся вот на этих двух, на Tooltip и на Window. Смотрим на Tooltip. Вот так это выглядит конструктор. Таким образом, вот здесь идет счет символов. Как только здесь будет красная надпись, допустим, вы перебрали по символам, здесь количество символов окрасится в красный цвет, это значит, что вы перебрали. Поэтому за этой опцией надо следить. Итак, это обычный стандартный конструктор, в котором можно редактировать текст. Вот основные инструменты для редактирования. Внутрь добавляют смайлики, киперссылки, картинки, видеоролики. Видео здесь добавляются с YouTube по ссылке или по коду, как хотите. Дальше табличку можно добавить и даже встраиваемый объект по коду. Ну, например, какая-нибудь презентация из другого ресурса. Если на нее есть код, можно воспользоваться этой опцией тоже. Но помним, что окошечко маленькое, много туда не поместится. Поэтому это только для небольшой справочной информации. Теперь смотрим на Windows. Windows выглядит вот так. Нам сразу предлагают шаблон для оформления окна. Раньше никаких шаблонов не было. Это новая тоже фишечка этого сервиса, совсем недавно появившаяся летом. В чем смысл? Нам нужно выбрать один из шаблонов для оформления окна. Как мы видим, здесь может быть просто текст. Текст с картинкой. Картинка слева, картинка справа. Может быть текст с видеороликом. Может быть таблица. Естественно, этот шаблон можно переделать так, как мы считаем нужным. Поэтому смело выбираем, а дальше экспериментировать можно внутри. Можно вообще выбрать что-то пустое, но это неинтересно, потому что это будет просто пустой слайд, в который придется самостоятельно что-то добавлять. Это не очень интересно. Проще шаблоны переделывать. Допустим, выбрали мы какой-то шаблончик. Что дальше? Я выбрала шаблон, где у меня картинка с текстом. Естественно, я щелкаю по картинке, загружаю сюда картинку. Здесь я стираю все, щелкаю дважды мышкой, стираю здесь текст, вписываю свой на русском языке. Размер картинки можно двигать ее, уменьшать, увеличивать. Ну и, соответственно, появится панель инструментов, где можно текст тоже форматировать. Увеличивать шрифт, изменять и тому подобные вещи. Таким образом мы заполняем. Еще одна интересная фишечка здесь появилась. На эту картинку тоже можно наносить интерактивные метки. Вот это вот поле, которое у нас с левой стороны осталось, оно никуда не делось. И можно оттуда же добавлять сюда, прямо внутрь этого окошка, новые интерактивные метки. То есть, по сути, получается, как матрешка в матрешке. Знаете, открыли одну матрешку, а там еще одна. Открыли эту, а там еще одна. А вот эта интерактивная метка может ввести еще на один слайд. И так вот, двигаясь по интерактивным меткам, мы можем вообще уйти далеко в клуб. Не знаю, нужная это опция или не нужная, но она любопытная. Поэтому вот обращаю на это внимание. Таким образом выглядит окошко. Раньше оно было бесконечное. То есть, можно было сюда забить какой-то бесконечный список. Допустим, я делала виртуальные выставки, и сюда вписывала список литературы, а он был довольно длинным, и все это помещалось. Сейчас, к сожалению, увеличена окна, вот такая, в основном, фиксированная. На ней больше слайда должна быть, не больше плаката. Если ее сделать больше, он просто на экран не поместится. Поэтому много информации, опять-таки, сюда не вставишь, бесконечные списки тоже не создашь, но получается все равно довольно интересно. Вот таким образом работает окно. Как только мы его заполнили, возвращаемся обратно к нашему плакату. Назад. Я уже говорила про анимацию. Интерактивные метки можно анимировать. Нажимаем на значок с кометой, и вызываем вот такую панель инструментов для анимации. Мы можем сделать анимацию на вход, то есть на появление объекта, на его исчезание на экране. Движение. Это бесконечное движение, которое будет происходить. То есть он, например, будет пульсировать, мигать, двигаться каким-то образом. Дальше мы можем настроить анимацию на наведение курсора. Допустим, как только мы мышкой подводим к какому-то метке курсорчик, она будет подпрыгивать. Ну, допустим. То же самое касается клика. Тоже при клике она тоже будет увеличиваться, уменьшаться, а может она исчезнет. Эффекты вот здесь все указаны. Их можно перевести на русский, а можно просто методом практически потыкать по каждому эффекту и посмотреть, что будет происходить, и выбрать подходящий. У анимации можно настроить движение, особенно если мы выбираем вот этот вариант с движением, то есть куда будет двигаться наша метка. Время начала, когда начнется анимация. По умолчанию здесь уже, естественно, будут стоять какие-то цифры, но мы можем их изменить. Ну и скорость анимации. С какой скоростью она будет прыгать, бегать, пульсировать, тому подобные вещи. Опять-таки здесь очень все подробно, очень все так скрупулезно подсчитано и оформлено. То есть вот с точки зрения дизайна и оформления здесь вообще просто замечательная штука. Все очень продумано. Анимация, естественно, не обязательно. Это если вы захотите для красоты ее добавить. Вот таким образом от метки к метке мы добавляем информацию. Вот такие значки. Это, соответственно, каждый значок какую-то информацию в себя включает. Таким образом создается весь плакат. Что делаем дальше, когда уже все готово? Вот я сделала выставку, я нанесла эти метки. Они все работают, их можно посмотреть. Вот значок с глазиком. Это можно посмотреть сразу, как все работает. Ну и если всю работу целиком на весь экран развернуть, то используем кнопку «Презент». Тогда там полный просмотр, и вы можете на большом экране уже все оценить. Ну и последняя кнопочка в этом ряду – это «Share» – «Поделиться». Эта кнопка нужна, чтобы получить ссылку на нашу работу и код, чтобы встроить ее на сайт или в блог. Вот так выглядит окошко. Для того, чтобы делиться, линк – это ссылки. Сейчас открыта вкладка «Инсерт» – «Вставка». Здесь есть два кода. В зависимости от того, какой у вас сайт, какую он разметку поддерживает. И фрейм – это стандартная, которую поддерживают, наверное, сейчас все современные сайты. Ну и есть еще и скрипт для тех сайтов, которые не дружат с фреймами. Копируем, ну и дальше вставляем, соответственно, на свою страницу и получаем работу. Вот таким образом можно создать интерактивный плакат. На мой взгляд, это один из самых простых шаблонов. Можно начать с него, чтобы немножко сориентироваться в сервисе. Как только мы уже становимся более уверенными пользователями, можно попробовать что-нибудь посложнее. Что здесь есть посложнее? Давайте посмотрим на шаблон «Инфографика». Этот формат немножко недооценивают. На самом деле, это очень интересный формат, потому что позволяет, по сути, это тоже интерактивный плакат, будем честными. Но здесь уже меньше интерактивных меток. Здесь больше информации уже нанесено на сам плакат. И мы не заранее картинку готовим, а выбираем что-то из готовых шаблонов, либо рисуем сами, и заполняем его информацией. Давайте смотреть. Инфографика. Здесь бывает трех видов. Здесь шаблон для горизонтальной инфографики. По сути, это такой слайд будет для презентации. Вертикальная инфографика – это стандартный вариант. Ну, и есть еще отдельно диаграммы. С диаграммами тоже интересные штуки. Но об этом, как в другой раз, у нас будет отдельный вебинар по диаграммам. Там я более подробно о них расскажу. Тоже интересный формат. Они здесь анимированные, и в этом их интерес. Мы поговорим про горизонтальную, про вертикальную. Итак, давайте опять несколько примеров в чат я покажу и расскажу, что в них интересного. Так, ссылки отправлены. Теперь комментирую ссылки. Итак, ну, например, можно создать календарь знаменательных дат. Ну, наверняка во многих библиотеках это практикуется. Ну, например, самые известные даты – месяца. Вот, пожалуйста, такая инфографика. Это готовый шаблон с птичками и с листиками. Мы добавляем сюда текст и добавляем интерактивные метки, которые позволяют более подробно про каждую дату почитать. Вот такой вариант. Далее. Вот еще горизонтальная инфографика. Это уже учебная инфографика. Здесь у нас уже тоже есть какой-то текст, который мы написали и добавили картинку с изображением атома. Ну, а дальше интерактивные метки, которые помогают расширить нам представление. За счет этого инфографика получается не статичная, а динамичная и более такая насыщенная. Как добавлять интерактивные метки мы с вами уже разобрали. Сейчас будем разбираться, как добавлять объекты, выбирать картинки, тексты и тому подобные вещи. Ну, вот мой примерчик. Это третья ссылка. Это вертикальная инфографика. Тоже готовый шаблон взят за основу. Переписаны тексты, добавлены свои картинки. Опять-таки здесь есть интерактивные метки, которые позволяют получить дополнительную информацию по каждому животному, которое здесь перечислено. Ну и еще один вариант. Четвертая ссылка с картой. Вот такой шаблон для инфографики. Здесь можно развернуться вовсю. Автор, например, предлагает здесь краткое описание событий, остров и сокровищ. А вообще-то может быть любая карта, чего угодно. Вы можете путевую карту нарисовать, виртуальную выставку сделать, какое-то виртуальное путешествие по карте соорудить и тому подобные вещи. И все это находится в среде шаблона из раздела «Инфографика». Ну, давайте смотреть. Посмотрим на объекты, которые мы будем добавлять в инфографику. Я выбрала, например, вот такой зимний шаблон. Здесь есть уже какие-то тексты, написанные на английском. Здесь есть уже какой-то минимальный набор картинок. Я их могу удалить, могу их заменить на какие-то другие. Ну и тексты, естественно, переписываю. Переписать текст был у меня вопрос один. Мне написали очень просто. Щелкаем два раза по этому окошечку, стираем, вписываем свое. Если мы хотим добавить текст просто дополнительно с нуля, ничего не переделывая, для этого есть кнопка «Текст». Вот она, самая верхняя. Здесь есть уже набор каких-то готовых вариантов. Заголовки, подзаголовки, обычные тексты, нумерованные списки. Есть даже какие-то шрифтовые пары, из которых можно выбрать. Как только мы текст добавили, добавляется просто щелчком или мышкой, как вам удобнее, наверху появляется вот такой стандартный набор инструментов для редактирования. То есть мы можем поменять шрифт, размер, выбрать начертание, выбрать цвет этого текста, сделать поменьше, побольше, оцентровать, превратить его в маркированный список. Здесь же есть еще расстояние между строчками и между буквами. То есть все основное здесь присутствует. Более того, можно текст сделать прозрачным. Ну и естественно удалить, вырезать, копировать и вставить. Тоже здесь есть такие опции. И вот такая хорошая штучка, замочек. Он позволяет зафиксировать текст на одном месте, чтобы он потом не двигался, когда вы будете производить следующие манипуляции. Это полезная штучка, если у вас много объектов на вашем слайде, и вы не хотите, чтобы они сдвигались. Давайте посмотрим, что здесь у нас со шрифтами происходит. Не все шрифты поддерживают кириллицу. Внутри сервиса огромное количество шрифтов, но не все они кириллические. Поэтому вот на этих слайдах я просто дала список тех, которые поддерживают. Поэтому я их просто полистаю, но вы имеете в виду, что у вас такой наборчик будет. Вот он. Здесь подписано название шрифта и его начертание, как он выглядит. Может быть, их не так много, но на самом деле здесь есть красивые, даже вот такие вот рукописные варианты. Поэтому из чего выбрать есть, это такая вам будет маленькая подсказочка, которая позволит вам не заблудиться внутри шрифтов, потому что их действительно здесь реально их много. Но мы идем дальше. Картинки. Картинки загружаются с компьютера. Опять-таки, есть уже готовые картинки. Которые, когда вы по ним щелкните, появится надпись «Replace». Вот она немножко закрыта у меня. Это значит, что можно заменить эту картинку на другую картинку. Это вообще очень просто. Нажимаем на кнопку, выбираем с компьютера любую другую, и она прямо вот на это место нам и встает. Каждой картинке мы ее можем обрезать. Мы к ней можем добавить рамочку. Ну, вот такой вот, например, вариант. Если мы хотим с компьютера самостоятельно это сделать, это делается через опцию «Image». Выбираем эту вкладку, нажимаем вот на эту область. Здесь уже подписано, что картинка не должна быть больше 5 мегабайт. У сервиса есть, конечно, какие-то уже готовые картинки в разделе «Images» и «GIF». Можно что-то из этого выбрать, но их тут очень мало. Поэтому проще с компьютера, конечно, все загрузить. Все, что нам нужно. Загружаем, ну, а дальше редактируем. Обрезаем, в рамочку вставляем. И для картинок здесь не так много опций, прямо скажем. Но если вы заранее картинку отредактировали, увеличите у нее яркость, резкость и тому подобное, то вот легко ее сюда загрузить и оформить. Еще одна полезная опция. Вот она, ресурсы. Что здесь у нас скрывается? Здесь в ресурсах у нас скрываются иконки, формы и разные иллюстрации, которые можно взять из библиотеки. Здесь уже мы ничего своего подгрузить не сможем, но зато мы можем выбрать что-то из наборчиков. Например, нам нужны прямоугольники, там, кружочки какие-нибудь, стрелочки нужно нарисовать. Вот у меня снежинка, например, есть. Опять-таки я ее могу заметить на какую-то другую картинку. Вот кнопка «Replace». А могу еще дополнительно что-то добавить. Сразу скажу, к каждому объекту, и к тексту, и к картинке, и к иконке, и вообще к любому-клюбому можно добавить анимацию, и можно добавить интерактив. Вот они, видите, значки с пальчиком. Это у нас дополнительная информация, а это у нас анимация. Это не обязательно, но это возможно. Дальше. Ну, уже знакомая нам кнопка «Интерактивные элементы», мы уже на нее нажимали. Это для добавления горячих точек, горячих меток с дополнительной информацией. Еще хорошая штука для инфографики – так называемые смарт-блоки. Что это такое? Это уже готовые какие-то элементы, допустим, комбинация текста, картинки, в общем-то, какие-то дизайнерские вещи, которые можно прямо вставить внутрь инфографики своей. Ну, например, вот такая карточка. Здесь все уже заранее нарисовано, какая-то картинка добавлена, текст – это оформление цитаты, допустим. Вот я ее так вставляю, я ее могу немножко изменить, то есть поменять, естественно, текст, изменить картинку. Тут наверху все эти инструменты все так же у нас и остались для редактирования. Фончик вот этот я тоже могу поменять, если он мне не нравится. Смарт-блоки – хорошая штука, если вам просто нет времени что-то красиво оформлять и придумывать. Здесь действительно много красивых уже готовых элементов. Ну, например, здесь есть карты, есть здесь красиво оформленные изображения, есть какие-то анимированные вещи. Это смарт-блоки хорошо смотрятся и в инфографике, и в презентациях. Так что имеем это в виду, здесь тоже хорошая штука. Инсерт – это для интерактивности, опять-таки, для добавления аудио, видео и встраиваемых объектов. Это уже будет прямо поверх инфографики, то есть это никакие не интерактивные метки, это просто мы поверх вставляем, что называется. Что касается аудио, работает в бесплатном тарифе вот эта кнопка «Запись аудио», то есть вы можете записать озвучку и прикрепить ее к инфографике, ну и к презентации, к плакату, к чему угодно, к любому продукту можно записать озвучку. Правда, это не очень востребованная опция, как я заметила, но тем не менее. Далее, можно добавить аудио по ссылке. 100% поддерживается сайт SoundCloud, но, естественно, он сейчас заблокирован, и поэтому эта опция сразу забывается. Но можно попробовать ссылки с других сайтов. Я не гарантирую, что они все пройдут, но, может быть, получится добавить аудио по ссылке. Если это очень принципиально, то можно попробовать по ссылке сделать. С видеороликами немножко попроще ситуация. Их просто добавляем тоже по ссылке. Например, можно добавить с YouTube. Это самый простой вариант. Но можно добавить из Google Диска, если у вас на диске есть уже готовое видео. И третья опция, я ее опробовала на рабочее, добавить с ВКонтакта. Видеоролик из сервисов ВКонтакте. Он сейчас как называется? В общем, да, видеохостинг ВКонтакте. Единственное, если вы добавляете ее со своего аккаунта, то ваш аккаунт должен быть открыт, и доступ к этому видео тоже должен быть открытым. Если у вас, допустим, ваш профиль скрыт от поисковых систем, то ничего не получится. То есть вам придется открыть свой профиль, и тогда можете вставлять видео, и оно будет работать. То же самое касается и групп. Если вы встраиваете видео из какой-то группы, сообщества ВКонтакте, то опять-таки сообщество должно быть открытым, и видео тоже должно быть не только для подписчиков. Вот такие небольшие тонкости. Ну и, наконец, встраиваемые объекты, которые тоже добавляются поверх шаблона во вкладке Address. Ну, например, у меня вот инфографика про зиму. Я подумала, почему бы внутрь не вставить викторину про зиму. Нашла викторину на Learning Apps, и вот вставила ее. Для этого есть окошечко. Вставляю сюда код от этой викторины, нажимаю Insert, и вот, пожалуйста, викторина у меня встроена. Здесь внизу много-много разных значков, которые позволяют нам сориентироваться, какие сайты поддерживаются. Здесь есть и Google карты, например, и Story Maps, и какие-то другие вариации. В общем, можно попробовать. Learning Apps здесь поддерживается 100%. Сюда же добавляется сервис Udoba, он тоже поддерживается. По большей мере поддерживается практически все. Это что касается инфографики. Весь остальной алгоритм работы такой же. То есть сохраняем, получаем звуку, код, делимся. Перейдем еще к более серьезному шаблону – это презентации. Шаблонов для презентации здесь максимально много. Самые разнообразные, тематические, учебные, развлекательные, какие угодно. Ну, например, давайте опять я вам ссылочки отправлю и расскажу, как можно использовать эти шаблоны. Итак, для библиотекарей. С помощью этого сервиса можно создать учебную обычную презентацию. Не только учебную, а вообще просто стандартную презентацию с перелистыванием слайдов. Можно создавать виртуальные выставки. Вот пример – это первая ссылка, это моя виртуальная выставка. Как раз я туда встраивала видео из сервиса ВКонтакте. Дальше. Вторая ссылочка – это такой путеводитель, может быть. Он тоже состоит из нескольких слайдов. Нажимаем на значок и открывается соответствующий слайд, который с информацией про литературное какое-то место на карте города. Далее. Это может быть интерактивная карта. Опять-таки на слайде расположена карта. Ну, в данном случае здесь у нас Кузбасс. Народный промысл Кузбасса. И дальше, нажимая на вот эти вот красивые картинки, открываются слайды с информацией о этих народных промыслах. То есть, по сути, на несколько слайдов, между которыми настроена навигация. И мы можем внутри этой презентации, нажимая на разные кнопки, на разные значки, не просто слайды перелистывать статично один за другим, а вот таким образом двигаться внутри презентации по какому-то своему маршруту. Это довольно интересно получается. Ну, и, наконец, внутри презентации можно строить игру. Это последняя ссылка. Осторожнее, там музыка играет довольно громко, может играть. Вот ее можно отключить. Там значок есть с зачеркнутым микрофончиком. Вот внутрь этой презентации про белого медведя вставлена еще и викторина. То есть, не только слайды смотрим, но еще можем поиграть, поотвечать на вопросы. Это вот только малая часть того, что можно сделать с помощью этого шаблона. А там иногда, когда смотришь шаблоны, они сами подсказывают, что с ними можно сделать. Ну, например, вот пример. Давайте на мой посмотрим. Покажу вам, как работает сложная презентация. Как сделать простую презентацию мы знаем, просто заполняем слайды и все. А если мы хотим внутрь презентации добавить навигацию. Например, у нас есть виртуальная выставка, и пользователь не хочет читать все подряд, а хочет просто посмотреть фотогалерею или узнать только о музее. Для этого на первом или на втором слайде дается вот такая вот табличка, списочек. Это интерактивные кнопки. Помним, да, про интерактивные метки. Вот на них можно нажимать, и открывается нужный слайд. А там уже на слайде будет информация. Внутри этой выставки можно двигаться и стандартно по стрелочкам. Там они будут слева и справа. Ну, а можно вот таким образом. Причем будут на каждой страничке, на каждом слайде будет значок, например, с домиком. Это значит, что надо вернуться назад на стартовую страницу. Есть кнопочки вперед, назад, которые позволяют сделать эту навигацию. С чего начинаем? Начинаем с выбора шаблона. Вообще, когда мы выбираем шаблон, чтобы отсортировать платный, можно использовать фильтр. Вот он здесь наверху. Нам нужно выбрать опцию, которая называется All Free. То есть только бесплатные шаблоны показывать. Тогда нам будет проще. Вот я отфильтровала, получила такой список. Это не все. Там пускаться вниз и вниз. Каждый шаблон можно щелкнуть, посмотреть. Поперелистывать слайды. Ну, допустим, я какой-то шаблон выбрала. Что дальше? Внутри каждого шаблона есть набор слайдов. Титульный, цитата, список какой-то, картинка с текстом, видео с текстом. Открывается весь список, а нам нужно отметить, какие слайды мы хотим взять себе. Какие будем использовать. Можно вообще выбрать все. А можно по одному добавлять, как хочется. Выбрать все, вот эта кнопочка, а через вот эти значки выбираем то, что необходимо. И нажимаем на кнопку «Добавить». Эти слайды открываются у нас в конструкторе. Ну, а дальше нам уже знакомая история. Мы начинаем добавлять контент на каждый слайд. Ну, про то, как добавлять тексты, картинки и все остальные элементы я уже рассказывать не буду. Я про это рассказала. Расскажу, как поменять фон у презентации. У презентации сложный фон. Он состоит из двух частей. Здесь две вкладки Canvas и Base. Canvas – это центральная часть слайда, на которой будет располагаться контент. Мы можем залить ее цветом. Можем оставить как в шаблоне, а можно, как я и сделала, картинку загрузить. Дальше. Base – это подложка. Это то, что будет по краям. Подложку можно тоже сделать картинкой. А можно, чтобы особо не отвлекать внимание, просто залить каким-то цветом. Вот я их залила синим, например. Например, загружаются картинки в качестве фона через вот эту кнопочку, знакомую нам для загрузки. Это что касается фона. Что касается добавления новых слайдов. Для этого есть вкладка, которая называется Pages – страница. Она как раз и добавляет каждый слайд. Далее. Вот, например, одна из страничек презентации. У нас уже здесь есть знакомые метки. Значок с цепочкой означает, что они ведут на веб-ресурс. То есть эти книжки можно почитать на сайте, вот селкая по этим кнопкам. А вот эти, которые я выделила синим, это кнопки внутренней навигации. Вот эта кнопка возвращает на старт. Эта кнопка на предыдущую страницу, а эта кнопка на следующую. Вот таким образом настраивается навигация. Кнопки эти мы берем в знакомом нам разделе интерактивных меток. Они там есть. Вот, расставляем их в любом месте на слайде. Ну, традиционно почему-то принято вот эти кнопки ставить на верхний, левый, а эту на нижний, правый почему-то. Ну, можно по-своему это сделать. Ну, а дальше к каждой кнопке нам нужно прикрепить навигацию, куда двигаться. Для этого нам понадобится опция, которая называется Go to Page. Помните, я в начале вебинара говорила, что мы поговорим об этих кнопках, когда мы дойдем до презентации. Вот мы дошли, рассказываем. Это к каждой метке к этой прикрепляем опцию, которая называется Перейти на страницу. Здесь есть уже наборчик стандартных меток. Например, назад, на первую страницу, на предыдущую, на следующую, на последнюю страницу. Либо мы можем просто ткнуть, выбрать слайд, на который хотим перейти, и выбрать его, и сохранить, естественно. Вот таким образом внутри презентации можно настроить навигацию. Назад, вперед, от слайда к слайду. Это не обязательно, но это добавляет интереса к презентации. Дальше. Дальше я говорила о том, что можно внутрь презентации вставить, допустим, игру. Как это делается. Для этого мы через кнопку Пейджес нажимаем на кнопку Добавить новую страницу. Мы можем добавить страницу из шаблона. Мы его когда-то уже выбрали, он опять у нас откроется, и мы можем еще один слайд отсюда взять. Мы можем выбрать из всех шаблонов. Не обязательно из этого, а вообще выбрать все шаблоны. И вот самое интересное, что откроются шаблоны не только презентации, ну и игры, инфографики, флеш-карточек и тому подобное. То есть вообще все-все-все. И мы можем выбрать какие-то слайды из игры, и внутрь их сделать, и эту игру внутри презентации создать. А если мы нажмем на кнопку My Creations, то откроются уже созданные нами работы. Допустим, мы уже создали какую-то игру, и мы ее вставим, чем можем, внутрь этой презентации. Таким образом, это технически выполнимо. То есть презентация может стать еще и игровой. Обязательно сохраняем это. Все через кнопку это. Что еще появилось новенького у этого сервиса? Появилась возможность внутрь презентации, да и вообще внутрь всего, но для презентации это более актуально, можно добавлять интерактивные вопросы. То есть не вставлять в викторину и какие-то слайды, а прямо вот здесь не отходя от кассы, что называется, создать эти вопросы. Допустим, пару слайдов теории, а потом практика. Ответьте-ка на вопросики. Здесь у нас есть возможность добавить вопрос с выбором одного ответа из нескольких. Малый, получаюсь. Вопрос, правда, ложь. Выбор картинки. Сортировка по порядку, расстановка. Дальше. Открытый вопрос, где участник должен что-то написать. Ну и опрос просто. Что-то вроде голосовалки. Ну вот я открыла, например, самый-самый распространенный вариант. Малый, получаюсь. Вот такая вот форма появляется. Я, естественно, ее могу перекрасить, шрифт поменять цвет. Обращаю внимание на то, что вот где зелененькая галочка, надо вписывать правильный ответ. Где красненький, соответственно, неверные ответы. Сервис все перемешает. И вот можно так вот внутри презентации создавать опросы различные, задавать вопросы пользователям. Здесь, конечно, подсчет баллов ввестись не будет. Участник просто увидит, правильно он ответил или неправильно. Такая самопроверка, по сути. Это тоже все возможно через вкладку «Интерактивные вопросы». Возвращаясь к интерактивности, я уже говорила о том, что можно здесь устраивать навигацию, переход со страницы на страницу. Можно открывать изображение на весь экран. Как это работает? Картинку щелкаем по ней мышкой, выбираем опцию «Фуллскрин» и, собственно, сохраняем. И все. И при нажатии на эту картинку она откроется на весь экран. Такая хорошая вещь. Про аудио я говорить не буду, потому что оно сейчас практически полностью заблокировано. Там особо ничего нет. Если только вы озвучку не записали, тогда можно сделать метку, на которую нажать, и будет играть озвучка. Показывает содержимое страницы «Reveal». В интерактивных вопросах видно учителю, кто как ответил. Нет. Это для самопроверки. Если вы хотите отслеживать результат, то «Genial» – это не тот вариант. Во-первых, тут статистика закрытая, это только для платного тарифа доступно. А во-вторых, это игры-викторины, либо вы в них играете прямо на уроке, на большом экране, либо для самопроверки. Здесь, к сожалению, контролировать, кто как ответил, такой опции нет. Здесь вот именно ты только сам с собой играешь, сам себя проверяешь. Что такое «Reveal»? Про это расскажу интересная штука. Может быть, вы сталкивались в обычных презентациях Powerpoint. Такой вариант называется «Триггер». Когда нажимаем на одну кнопочку, появляется какой-то объект. Ну, допустим, нажимаем на кнопку «Правильный ответ» и выплывает картинка, которая будет правильным ответом. Вот такая техника здесь тоже присутствует. Она называется «Reveal». Мы добавляем интерактивную метку или вообще любой объект выбираем. Выбираем опцию «Reveal» и что происходит дальше. Ну вот, например, я выбрала текст. При нажатии на этот текст должна появиться цифра 1. Ну, допустим, я щелкаю по этой цифре, появляется вот такая стрелочка. Если вы видите, на слайде она появилась. Дальше я щелкаю по кнопочке по этой 0.1 и она сохраняется. Нажимаю на «Save». Все. Теперь, когда слайд откроется, вот эта цифра 1 видно не будет. Будет видно вот эта надпись. При нажатии на эту надпись только тогда появится цифра 1. Вот такая интересная анимация здесь может настраиваться. Так что, если необходимо, то такая опция здесь тоже присутствует. Тоже можно пользоваться. О чем еще осталось рассказать? Уже к концу вебинара мы уже такие продвинутые пользователи. Мы уже разобрались со всеми кнопками. Посмотрим на шаблоны. Что еще нам предлагает сервис? Сейчас уже побыстрее, потому что про все кнопки я уже рассказала. Расскажу просто про особенности каждого шаблона. Видеопрезентации. Это те же самые презентации со слайдами, но внутри этих слайдов уже настроены переходы автоматические. Здесь ничего нажимать не нужно. Здесь нет никаких интерактивных меток и прочего. Здесь есть тексты, картинки, может быть, какие-то гифы, может быть, видео вставки. Наша задача просто запустить показ, а дальше, что называется, наслаждаться. Внутри шаблонов для видеопрезентации уже есть звук, уже есть музыка. Но, к сожалению, их нельзя, музыкальные файлы изменить нельзя. То есть вот как есть в шаблоне, так и есть. Небольшие ограничения. Но зато можно создавать интересные видеоролики. Ну, давайте посмотрим. Вот так выглядит изнутри видеоролик. Какой-то шаблон уже есть, вот тут за горами. Мы можем, как в обычной презентации, здесь все поменять. То есть изменить картинку, выбрать другой фон, естественно, написать что-то свое. Здесь уже вверху подписано, какая звучит музыка. Единственное, мы можем ее удалить и сделать немое видео. Но поменять файл мы уже не сможем, это платно. Ну и мы можем самостоятельно еще несколько слайдов добавить. Вдруг нам будет маловато. Мы можем копировать слайды через вот эту кнопку с тремя точечками. Можно копировать слайды, дублировать их. Или просто вообще пустой создать и на пустом фоне что-то свое соорудить. Вот таким образом мы создаем это слайд-шоу, что называется. А дальше нам нужно настроить переходы между слайдами, чтобы они листались автоматом. Для этого переходим во вкладку с переходами. В разделе Pages нажимаем на кнопку с волшебной палочкой. Вот маленький такой значочек здесь. Она открывает переходы. Горизонтальные, вертикальные и в центр. Вот список всех переходов. Выбираем, какой нам нравится. Можно вообще без ничего. Просто слайды будут другом меняться. А можно для каждого слайда выбрать свой переход. Ну и расстояние. Сколько секунд на каждый слайд приходится. По умолчанию у каждого шаблона свое. Ну, допустим, 5 секунд. Если нам кажется, что это слишком быстро, мы можем это изменить. Переходим просто в раздел Навигация. Выбираем вкладку Видео. Здесь видим, что 5 секунд стоит. Мы можем выбрать, допустим, 6, 3, 4, сколько угодно. Обязательно сохраняем. Применить ко всем страницам. Если мы для каждого слайда хотим свое, то открываем каждый слайд и у каждого настраиваем свою продолжительность. У кого-то 5, у кого-то 10. Сохраняем это все. Ну и смотрим, что у нас из этого всего получилось. Скачать видео нельзя, но на него опять-таки можно получить ссылку и код. Ну и самое интересненькое, оставила я напоследок, это игры. Сейчас накидаю ссылок и вкратце прокомментирую их. Игры внутри сервиса создаются точно так же по принципу презентации. Вопрос. Скажите, где кнопка сохранить? Спасибо. Кнопки сохранить здесь нет. Здесь все сохраняется автоматически. Я не знаю, есть ли у меня на каком-то слайде попало ли в кадр. Вот. Вот эта вот штучка. Такое облачко здесь нарисовано. Вы можете самостоятельно по нему нажимать и сохранять. Но вообще здесь автоматическое сохранение. То есть здесь каждые сколько-то секунд происходит автоматом сохранение. То есть нам заботиться об этом не надо. Но вдруг у вас неустойчивый интернет, какие-то проблемы со связью, тогда можно самостоятельно через эту кнопочку. А так вообще все будет сохраняться автоматом. Вам остается только ссылку «Получите код» для того, чтобы делиться. Поэтому отдельной кнопки здесь нет для сохранения. Вернее, она есть, но с левой стороны можно самостоятельно сохранять все. Но не обязательно. Итак, геймификация. Я много-много отправила ссылок в чат. Давайте буду комментировать. Игры здесь трех видов. Есть обычные квизы. Есть разные игры, проделки, пазлы. Вот такие, которые к квизам не относятся. И есть квесты. Про каждую немножко расскажу. Квиз – это, наверное, самый простой здесь вариант. Это обычная презентация, на которой на одном слайде один вопрос. И дальше, в зависимости от того, какой ответ выбрал пользователь, ему могут дать обратную связь. Правильно, неправильно. Если он ответил неверно, его могут вернуть назад на предыдущий слайд, он еще раз будет отвечать на вопрос. Шаблоны выбираем и заполняем. Здесь, на самом деле, если работать по шаблону, все очень просто. Стираем текст, стираем варианты ответов, вписываем свои. Обязательно обращаем внимание, если у нас там написано right answer – правильный ответ. Если wrong – значит неправильный. Но, опять-таки, если сложно, используем Google Переводчик. Станет проще. Первую ссылочку я вам отправила – Tarts. В чем здесь суть? Здесь настроена анимация. То есть каждый вопрос – это дротик. 10-10 штук, задаем вопрос, летит дротик в цель. Если мы ответили верно, то он попадает в мишень. Если неверно, он просто падает вниз. Это уже все, вся эта механика уже внутри шаблона рабочая. От нас требуется. Во-первых, можем мы вопрос изменить, варианты ответов. И я в шаблон добавила еще картинку. По умолчанию картинки там не было, я добавила. Через обычную загрузку, ничего сложного. Обычно уже все в шаблонах предусмотрено, там есть и обратная связь. Вот, пожалуйста, изнутри выглядит шаблон вот так. Стартовая страница, вопрос, а дальше варианты обратной связи. Правильный вариант. И дальше еще внизу будет неправильный. Когда дротик попадает, и когда, соответственно, не попадает в цель. Опять-таки, здесь подсчета баллов нет. Это и плюс, и минус игры одновременно. То есть мы сами себя проверяем. Кому-то хочется баллы считать, но здесь такой унции нет. Здесь просто наслаждаемся процессом игры, что называется. Здесь настроена навигация. То есть вот каждая кнопочка ведет на обратную связь. Допустим, малахит – это неверный ответ, соответственно, он будет ввести на неверный. А мазонит – правильный вариант, значит, будет вариант вот с этим слайдом. Навигация уже изнутри настроена. Мы можем удалять слайды. Только не забываем, что обратную связь лучше не удалять, иначе вся конструкция наша рухнет. А так мы можем слайды копировать, дублировать и редактировать. Можем свои собственные добавлять, но тогда навигацию будем настраивать вручную. Далее. Другой квиз. Техника такая же, только выглядит он вот так. Детективный, про Шерлока Холмса. Опять-таки, изнутри он смотрится вот так. Правильное – right, неправильное, будет, соответственно, wrong там написано. Мы это можем перевести, естественно, на русский, ну и свои вопросы добавить, свои ответы. Вот что я называла. Right – это правильный вариант, wrong – неправильный. Вот. Мы можем поменять местами, прям вот всю кнопку перетащить, если вот мы не хотим прямо как в шаблоне. Но помним, что здесь все уже настроено. То есть вот здесь обязательно должен быть верный, а здесь неверный. Потому что они ведут к обратной связи, к соответствующей. Таким образом, передвигаясь от вопроса к вопросу, от слайда к слайду, мы можем создавать простые квизы, простые викторины. Что касается игр. Следующее. Это уже не квиз, хотя он чем-то похож. Игра называется «Секретное изображение». Изнутри это тоже выглядит как викторина, только здесь нужна еще и картинка. Мы загружаем фоновую картинку, сервис ее вот так вот закрывает, ну а задача участника – отгадать, что это на картинке нарисовано. Ну, допустим, какой город. От нас требуется загрузка картинки и варианты ответов. Вот. Все остальное здесь тоже присутствует. Сервис уже настроил обратную связь, и тут все рабочее. Только бери и самостоятельно делай все. Пазл. Разновидность викторины, но техника немножко другая. Здесь тоже есть вопросы, они будут показываться справа. В случае верного ответа будет открываться часть пазла. Ну, в данном случае здесь картина Айвазовского зашифрована. Здесь отвечать будешь до тех пор, пока наконец пазл не откроется. То есть, если я ответил неверно, тебя опять вернут к этому же вопросу, и надо будет еще раз ответить уже правильно. Пока пазл не сложится, игра будет продолжаться. Изнутри как выглядят. Вот таким образом. Мы загружаем картинку, которая будет скрываться вот за этими разноцветными кусочками, и придумываем вопросы и варианты ответов. Здесь вопросы да и нет в основном. Из двух вариантов. Таким образом. Еще один вариант. Игра-бродилка. Здесь все на одном слайде. Здесь уже нет вот этих вот многочисленных слайдов. Здесь, ну, может быть, вы в детстве играли, помните игры с фишечками, где кидаешь кубик и двигаешься по клеточкам, выигрывая тот, кто первым дойдет до финиша. Здесь у нас есть четыре игрока. Можете открыть эту ссылку, сами поиграть. Это интересно. Их можно двигать мышкой, ставить их на клеточки. У некоторых клеточек, вот, например, где знак вопроса нарисован, там какие-то вопросы и задания или подсказки. Допустим, иди на два шага вперед, иди на два шага назад. Такие вот опции. Кубик интерактивный. Если на него нажать, он будет выкидывать какое-то определенное количество точечек. Здесь есть инструкция для игры. Это тоже сделано по шаблону. Дается вот такое игровое поле, на которое мы самостоятельно наносим разные картинки и интерактивные метки, которые открывают нам всплывающие окошечки, где будут какие-то подсказки и задания. Здесь даже, может быть, еще и проще, чем векторину создавать. Ну, а изнутри это вот так выглядит. То, что я называю, да, вот, интерактивная метка. Допустим, вот здесь к цифре 1 прикреплено какое-то окошечко. Там будет какая-то подсказка, может быть, или задание какое-то, куда двигаться. Вот это игроки. Вместо них можно свои картинки добавить. Ну, и кубик, он остается неизменным. Квесты. Квесты – это сложные игры, которые состоят из нескольких этапов. Каждый этап – это, как правило, либо какая-то игра, либо какая-то викторина. Опять-таки, выбираем сценарий. Здесь вот такое количество сценариев присутствует. И там уже внутрь меняем картинки, задания, свои варианты ответов добавляем и тому подобные вещи. Вот, например, квест про зиму. Так, я вам добавила, да, это квест рождественский называется. Это этапы квеста. Они прописаны на стартовой странице. Там осторожнее музыка будет играть, ее можно отключить через этот значок с микрофончиком. Тут нам не свернуть с этапа. В чем техника квеста, что пока мы не пройдем от первого этапа до последующего, нас дальше не пустят. То есть нельзя в произвольном порядке сразу ткнуться в четвертый этап. Не получится. То есть нужно по порядку, нам вот подсказывают, куда нужно начинать, куда нужно нажимать. Мы нажимаем и двигаемся. Пока не пройден первый этап, на второй нас не пустят. Ну и, соответственно, потом мы приходим к финишу и получаем какую-нибудь поздравлялку и обратную связь. Естественно, это все сделано опять-таки в виде презентации. Но презентация будет большая, потому что каждый этап в ней будет подписан отдельно. То есть отдельная игра будет по каждому этапу. Поэтому квесты, наверное, здесь самые сложные. Ну вот, пожалуйста, так выглядит изнутри этот квест. Вопрос, варианты ответов. Неправильный, правильный, неправильный. Естественно, мы можем менять здесь картинки, добавлять какие-то свои иллюстрации. И здесь прописана есть обратная связь. Она там внизу будет в хвосте этой презентации. Правильно, неправильно. Вот пока мы на все вопросы правильно не ответим, дальше нас не пустят. А как только мы пройдем первый этап, нас автоматом перекинут опять на стартовую страницу. И ручка у нас будет показывать уже на этап номер два. Вот такая игра. Другой вариант – это музейный квест. Подходит не только для произведения искусства. Я вам ссылочку дала. Там книжки у нас будут появляться вот в этих рамках. Суть в чем – нужно пройти по всему музею, из которого воры украли картины. Отвечая на вопросы, если мы ответим верно, то эти картины, эти обложки книжек будут появляться в рамах, в пустых. Суть такая. У нас тут даже маршрут прорисован. То есть у нас по порядку надо пройти от комнаты 1, 2, 3 в главную комнату. И после того, как мы пройдем вот эти все четыре этапа, квест закончится. Опять-таки, внутри вся механика и техника прописана, иллюстрации нарисованы, эти картины есть. От нас требуется только придумать вопросы и поменять надписи. Вот это, например, сейчас на экране обратная связь. Неправильный вариант ответа. И тут еще что-то мы можем от себя написать уже на русском языке, чтобы было понятнее. Тоже бесплатный шаблон, тоже можно с ним поработать. Ну и еще вот этот квест последний. Это ссылку я вам, по-моему, не дала про этот путешествующий квест. Но ссылка будет в презентации. Я ее что-то отдельно не захватила. В чем суть? Уже вкратце расскажу. Это игра по карте. Здесь каждый этап, вот пронумерованный они. Нажимаем на эти стрелочки, от одного движемся к пятому. По итогам каждого этапа нам дают какой-то код цифровой. Из этих цифр мы складываем код. И когда мы пройдем пятый этап правильно, мы вернемся к этому сейфу. Нажмем на него и там нужно будет ставить код, чтобы этот сейф открыть. Тоже любопытная игра, тоже можно попробовать. То есть возможности здесь много. Шаблона я могу описывать бесконечно на самом деле. И что-то свое всегда можно придумать на основе уже придуманного создателя. Шаблонов много. Они появляются постоянно новые. Я буквально полгода не заходила. И когда зашла, очень удивилась, что столько всего нового интересного появилось. Сразу захотелось что-то новое создать для себя. Ну вот, пожалуйста, шаблон квеста выглядит так. Карту можно свою загрузить. И локации свои тоже выбрать. Это все меняется. Ну и осталось чуть-чуть вашего терпения. Расскажу про гайды и тренировочные материалы. Что такое гайды? Гайды – это такие путеводители, дайджесты. По сути, это тоже очень похоже на интерактивный плакат. Какая-то информация зашифрована, но она в таком очень необычном виде представлена. Например, вот выставка книг в виде вот таких книг. Вот эти метки будут интерактивными. Давайте я вам ссылочку отправлю. И вы сможете посмотреть поближе на это. И здесь, естественно, мы вписываем на своем языке. Эти кнопки интерактивные, они открывают информацию, которая будет появляться не на отдельных слайдах, а прямо поверх вот этого всего. Но будет уже красиво очень оформлено. Поэтому это на интерактивный плакат не совсем похоже. Будет оформлено вот таким вот образом. Красивая разворотка. Тут текст, тут картинка, еще какая-то справочная информация. Так что вот таким образом тоже можно оформлять красиво, например, виртуальные выставки, рассказы о каких-то новых поступлениях в библиотеку. Ну или можем список учебной литературы для детей, так оформить или список книг, которые надо прочитать на лето. Тоже вариант. Вот такой есть шаблончик. Так, еще вот такой я припасла шаблон. Правда, я забыла тоже от него ссылку, к сожалению. Да, увы. Но она опять-таки есть в презентациях, по слайду будет понятно, что такое. И тоже хороший шаблон выбрала совсем недавно, называется это «Видеогалерея». Есть еще такая же аудиогалерея и фотогалерея. В чем суть? Ну, я думаю, по слайдам вам понятно. Это набор видеороликов, которые вот так вот красиво расставлены по слайду. Чтобы посмотреть видеоролик, надо нажать на вот эту интерактивную кнопку. Откроется слайд с фильмом. И этот фильм можно будет посмотреть. Изнутри галерея выглядит так. Стартовая страница, где сразу все представлено. А на каждый фильм уже отдельный слайдик, где сам фильм и какая-то к нему аннотация. Здесь настроена навигация. Вперед, назад. Можно возвращаться к стартовой странице и еще какой-то фильм высматривать. Фильмы добавляются с Ютуба, с Контакта, как я уже сказала, по ссылке. Таким образом, вот я, например, оформила здесь проект. У нас есть видеопроект в библиотеке «Золотая летопись» Мурманской области. Это видеоролики об известных людях Заполярья. Чтобы в одном месте собрать все видеоролики, пришла идея использовать видеокалерею. Получается довольно интересно. И очень удобно, что они все в одном месте. Их всегда можно посмотреть. То же самое можно создавать с использованием фотографий, с использованием аудио. Опять-таки, это как презентация все сделано. То есть тут все исправляется и редактируется. Это вот интересные шаблоны. Я выбрала на свой вкус из гайдов. Вот как раз как вставляется видеоролик по ссылке с Ютуба. Мы можем написать аннотацию, выбрать ему автовоспроизведение, движение по кругу или вообще немое воспроизведение, если хотим. Таким образом здесь создается галерея. Дальше. А из тренировочных материалов. Здесь вообще в тренировочных материалах можно найти разные интересные, уже такие учебные конкретно задачи. Но мне понравился, например, шаблон с флеш-карточками. Ссылка у меня есть. Давайте я его в чат отправлю. В чем суть? Ну, про флеш-карточки наверняка вы слышали. Здесь нужно переворачивать. С одной стороны картинка красивая, с другой стороны рассказ про какое-то место. Ну, про эту картинку, скажем так. Это вот у меня флеш-карточки достопримечательностей Ярославля. Переворачиваем карточку и с обратной стороны читаем, что здесь изображено. Конструктор очень простенький. Он вообще состоит из двух слайдов. Вот это изначально, с чем я имела дело. Я перекрасила цвет, подписала надписи на русском языке. Карточки, лицевая сторона и изнаночная сторона, что называется. Я их просто дублировала. Вот через значок с тремя точками можно дублировать слайды бесконечное количество. Я продублировала столько, сколько мне нужно, расставила их в нужном порядке и проверила, чтобы все работало. Но у меня все работало, все получилось. Поэтому советую сделать так. Если заходите сюда, мы вставляем свою картинку, здесь подписываем заглавие, сюда какую-то информацию добавляем. И так получается виртуальная экскурсия. Точно такой же шаблон с флеш-карточками есть в виде викторины. Но на лицевую сторону здесь будет писаться вопрос, а на обороте будет писаться ответ. Тоже так можно оформить какое-то задание для школьников или для читателей библиотеки. Ну и в заключении, подводя итоги, что еще можно сказать об этом сервисе? Есть возможность, как я уже сказала, для совместной деятельности. К любой работе, которую вы создаете, можно подключить соавторов. Для этого в личном кабинете выбираем работу и нажимаем на кнопочку Collaborate. Вот она. Сюда вписываем адрес электронной почты нашего соавтора и приглашаем его через кнопку Invite. Все соавторы, которые подключатся, вот здесь в списочке будут у нас, и мы можем посмотреть, кто к нам пришел поработать. Единственное, что от соавторов требуется, они тоже должны зарегистрироваться в сервисе. Им придет письмо со ссылкой на регистрацию, а дальше они могут заходить в ваш кабинет и редактировать работу, которой вы дали доступ. Вот такая опция. Тоже очень хорошая вещь. И еще одна полезная настройка. Вдруг она вам пригодится. Если вы работаете с авторами или хотите поделиться своими наработками, вы можете разрешить использовать вашу работу. Это не обязательно, но вы можете это сделать. Эта опция называется Reusable. То есть под вашей работой будет кнопочка, которая будет означать, что эту работу можно использовать, переделывать, что называется. То есть кому она понравится, и кто зарегистрирован в этом сервисе, он может ее взять, отредактировать и сделать на ее основе что-то свое. Такая возможность тоже есть. Она в разделе настройки. Называется это раздел Privacy. Все остальное, как мы видим, здесь у нас под звездочками. Это значит, что это платные опции. Бесплатно мы можем получить публичный доступ к своей работе по ссылке и по коду. И вот разрешить ее повторное использование. Вот. На этом я бы и хотела закончить наш сегодняшний вебинар. Надеюсь, информация была вам полезна. Здесь, как обычно, у меня есть ряд ссылок. Есть руководство по работе в сервисе Genial на русском языке. Это такая сводная презентация с основными положениями. И я еще написала своих пять инструкций. Вот ссылка тоже на слайде присутствует. Так что, если это вам нужна информация, то скачивайте презентацию. Через правую клавишу мыши эти ссылки открываются. Вот. Ну, в заключении, как обычно, где меня искать и где мне писать? Есть сайт, господи, сайт, все. Группа и телеграм-канал, пожалуйста, ссылки есть. Так что заходите на Огонек. Запись этого вебинара и презентация появятся, я думаю, в пятницу на этой неделе. По пятницам так получается их публиковать прямо вот в группе и в канале. Так что, если вы заходите, посмотрите эту запись, пересмотреть, или ранние записи, они там тоже уже есть, все опубликовано вместе с презентацией прямо. Так что заходите, если вообще подпишетесь, вообще будет здорово. Я всегда рада увеличению подписчиков. Такой вот корыстный интерес. Ну, и напомню еще раз, что курс у меня стартует, ничего не поменялось. 16 октября мы сделаем перерыв в вебинарах, а это значит, что я буду проводить курс для тех, кто на него запишется и захочет повысить квалификацию вместе со мной. И более подробно уже на практике. Не только послушать, но еще попробовать своими руками, что называется, что-то интересное сделать. В том числе мы будем там рассматривать и сервис Удоба, и сервис Дженниали. Мы еще раз о них поговорим и уже самостоятельно создадим интересные вещи. Будем создавать викторины, презентации, инфографику, интерактивные плакаты. Так что это не все, но это вот часть курса я озвучила. По ссылочке заходите, смотрите, если интересно, то задавайте вопросы и записывайтесь. А я на этом буду прощаться до следующей недели. На следующей неделе мы опять вернемся к отечественным инструментариям и поговорим о сервисе Тильда. Это сервис для создания сайтов. Для тех, кто ни разу не создавал сайты, но очень хочется или очень нужно. И для тех, кто хочет создать красивые, интересные публикации, вот об этом на следующем вебинаре я расскажу. Как обычно покажу, дам ссылки и полезные материалы. Все. А вам спасибо большое, хорошего вечера и до следующего понедельника. Я надеюсь, увидимся. Берегите себя. Да, у меня вопросы. Тут три. Вопросы. Можно ли создавать дипломы грамоты и благодарности при помощи этого сервиса? Да. Насчет грамот и благодарности не знаю, но сертификаты там точно есть. Шаблон для сертификатов вы можете переделать под дипломы и грамоты. Правда, они будут все-таки виртуально, потому что их скачать будет нельзя. В принципе, да, их можно создавать. Там есть такая опция. Вот, вкладку нашли с презентацией. Все. На вопросы я вроде бы ответила. Вот. Ну, еще раз попробую.